Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Мощная энергетика, сдержанная тарифная политика, усиление обрабатывающей промышленности. Основные направления послания президента обсудили на аппаратном совещании в областном Акимате. В женской колонии в поселке Куксу прошел день открытых дверей. Увидеть, в каких условиях живут близкие люди и повидаться с родными каждый год изъявляют желания многие. Каждый ребенок умен, талантлив и гениален. На днях дворец культуры нового Майкудука вновь распахнул свои двери для всех желающих заняться творчеством или спортом. В своем последнем послании глава государства сделал акцент на новой экономической модели, во главе угла которой реальное улучшение качества жизни граждан. Основные направления послания обсудили на аппаратном совещании в областном Акимате. Отмечена положительная динамика по всем ключевым экономическим показателям. Область сохраняет лидерство в обрабатывающей промышленности. В этом секторе в регионе действует 845 предприятий. Объемы производства стабильно растут. В этом году планируется достичь почти 3 триллиона тенге. В этом году намечается запуск 11 новых производств. А до 2030 года в обрабатывающей промышленности запланировано 33 инвестиционных проекта, из которых около половины в горнодобывающей отрасли. Для обеспечения формирования промышленного каркаса в обрабатывающем секторе и улучшения инвестиционного климата до 2030 года планируется реализация 56 инвестиционных проектов на 1,5 триллиона тенге и создание 13 тысяч рабочих мест. Из них в обрабатывающей отрасли 33 проекта. За счет локализации предприятий МСБ вокруг крупных компаний в текущем году заказы получат не менее 90 предприятий на 100 миллиардов тенге. Касательно развития минерально-сырьевой базы крупными иностранными компаниями ведутся изыскательские работы по поиску и разведке металлов и рут и в результате ожидается создание производства на 500 миллиардов тенге. На совещании рассказали о развитии минерально-сырьевой базы. В области имеются балансовые запасы угля, меди, золота, железных и марганцевых рут и других полезных ископаемых. Крупные компании ведут работы по поиску и разведке медно-парфировых, хромовых, цветных и благородных металлов. Это открывает перспективу привлечения инвестиций в создание новых производств в обрабатывающей промышленности. Текущее состояние геологической изученности в области составляет 90% территории Карагангельской области. В области имеется балансовые запасы угля на 11 миллиардов тонн, более 7 миллиардов тонн меди, более 332 тонн золота, 3 миллиарда миллиона тонн свинца, более 2 миллионов цинка, порядка 227 миллионов тонн железных рут и более 6 миллионов тонн марганцевых рут. Вместе с тем крупными компаниями ведутся изыскательные работы по расширению минеральной сыровой базы в регионе. Также за счет беджетных средств приводится работа по геологическому изучению двух участков редкоземельных металлов. По итогам совещания Армаганбет Буликпаев поручил разработать детальный план реализации послания главы государства. Продолжит работу по развитию отраслей, обрабатывающей промышленности, обеспечит своевременный запуск запланированных инвестиционных проектов и новых производств, продолжит работу по привлечению инвестиций в регион, в том числе в геологическую отрасль, для расширения минеральной сыровой базы. Усилит работу по развитию внутрестановых ценностей в закупках системы разрушивших компаний и поддержке отечественных товаропроизводителей. Управление сельского хозяйства принять меры по обеспечению загруженности перерабатывающих предприятий, в том числе за счет реализации инвестпроектов по модернизации и созданию новых производств. Обеспечить реализацию проекта по повышению доходов сельского населения АО «Ламоната». Также обозначены задачи по обеспечению энергетической и промышленной безопасности, ликвидации дефицита водных ресурсов, развитию предпринимательства, вопросам занятости, перехода на новую модель бюджетных отношений и другим направлениям, озвученным в послании. В Карагандинской области полным ходом идет уборочная компания. В работах задействовано свыше 2000 зерноуборочных и 76 картофеля уборочных комбайнов, а также 90 картофеля копалок. Об этом на брифинге ВРСК рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства Сырымбошпанов. Уборку урожая в регионе планируют завершить 30 сентября. Всего уборочная площадь зерновых культур в этом году составляет почти миллион гектаров. Это на 73 тысячи гектаров больше уровня прошлого года. Мероприятия проведены при поддержке государства. В рамках господдержки для проведения весеннеполевых и уборочных работ через акционерное общество агрокредитной корпорации было профинансировано 201 хозяйство на сумму 7,7 миллиардов тенге. Также через акционерное общество продкорпорации пропинансированы две заявки по форвардному закупу зерна на общую сумму 397 миллионов тенге. В целом в рамках государственной поддержки в отрасли растения суда на сегодняшний день выплачено 4 миллиарда тенге субсидий. Необходимо отметить, что жаркое и засушливое лето негативно повлияло на объем урожая. И все же аграрии планируют собрать зерновых не менее 8 центнеров с гектара. Те хозяйства, которые у нас используют удобрения, вносят, используют новые технологии агротехнические, у них, естественно, выше объем производства. Ну, в среднем по области чуть ниже, чем в прошлом году. Еще один актуальный вопрос – нехватка пастбищ для личного подворья скота. Проводится активная работа по изъятию земель, кто не использует рационально выделенный объем земель. Заключаются меморандумы как раз по использованию пастбищ. Выделяются земли с резервного фонда. Также у нас уже проводится работа в рамках пилотный проект. У нас впервые в республике проводится пилотный проект в Бухаржавском и Асакарском районах по развитию отгонного животноводства. То есть за счет местного бюджета были выделены средства на приобретение и установку загонов. В области достаточно емкостей для хранения зерна и функционирует 113 овощек-картофельных хранилищ общим объемом более 303 тысяч тонн. Для проведения уборочных работ выделен достаточный объем дизельного топлива. Его цена для сельхозтоваропроизводителей составляет 250 тенге за литр, тогда как на АЗАЭС топливо отпускается по 295 тенге, подчеркнул спикер. К другим новостям. С начала года в Карагандинской области начато более 2000 досудебных производств по фактам мошенничества. При этом свыше 15 тысяч заявлений граждан оставлены без рассмотрения. Такие данные приводят в областном департаменте комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. Мошенничество сегодня это самый популярный вид преступления, который захватил весь Казахстан. Среди мошенников преобладают так называемые телефонные аферисты. Представляясь сотрудниками банков и полиции, они всячески пытаются выудить деньги у доверчивых граждан. На борьбу с мошенниками направлены дополнительные силы полиции и других силовых структур. И все же не всегда стражи порядка внимательно относятся к заявлениям граждан. Так, в текущем году департаментом рассмотрено более 500 жалоб, из которых большее количество жалоб связано с различными видами мошенничества. Из рассмотренных жалоб департаментом выявлено 42 укрытых преступления, которые поставлены на учет. Из них один с уголовным делом направленный в суд. Остальные находятся на стадии досудебного расследования. Как показывает практика, основной проблемой населения является различные виды мошенничества. Так, за истекший период текущего года органами уголовного преследования начато более 2000 досудебных производств по фактам мошенничества. При этом более 15 тысяч заявлений граждан оставлены без рассмотрения. То есть принято решение о списании материалов в номенклатурное дело, так как усматриваются гражданско-правовые отношения. В департаменте отметили, что оформленные в письменном виде любые договора, а также переданные по расписке денежные средства, не являются основанием для начала досудебного расследования, а являются гражданско-правовым спором, который необходимо разрешать в судебном порядке. И лишь после того, как судом будут признаны договоры недействительными, органам уголовного преследования будет решен вопрос о начале досудебного расследования. В случае, если граждане стали потерпевшими от каких-либо преступных деяний, а орган уголовного преследования отказал в начале досудебного расследования, то граждане вправе с соответствующим обращением обратиться в наш департамент. С начала этого года в Карагандинской области зарегистрировано 677 уголовных дел в отношении пользователей информационных систем. Общий ущерб, нанесенный противоправными действиями мошенников, превысил миллиард тенге. Задержано 12 человек за совершение многоэпизодных преступлений в сфере информационных систем. В Казахстане не будут увеличивать призывной возраст. Об этом в ходе брифинга в службе центральной коммуникации сообщил представитель Министерства обороны, генерал-майор Баужан Артыков. Этой осенью планируется призвать на военную службу свыше 19 тысяч человек. Более 5000 военнослужащих по призыву получили отсрочки по займам и микрокредитам на сумму около полутора миллиардов тенге. Эта работа проводится в рамках повышения престижа и привлекательности срочной военной службы. В настоящее время реализуются мероприятия по предоставлению кредитных каникул военнослужащим срочной службы. В 22-23 годах у срочника выявлено кредитов на сумму 3,2 миллиарда тенге. На сегодняшний день по 8800 займам и микрокредитам отсрочены выплаты более 5000 военнослужащих в размере 1,4 миллиарда тенге. Кроме того, на сегодня более 180 казахстанцев, прошедших службу в армии, поступили в вузы на бесплатной основе. Более 70 учреждений высшего и послевузовского образования подписали соглашение с Министерством обороны о предоставлении дополнительных льгот для прошедших срочную военную службу. Это стало возможным благодаря тем мерам, которые принимаются по повышению привлекательности службы в армии. За 22-й год число человек, которые по объективным и субъективным причинам уклонялись от воинской службы, в разы уменьшилось практически вдвое. Ранее сообщалось, что в Казахстане стартовала осенняя призывная кампания. Всего этой осенью подлежит призыву свыше 19 тысяч человек. В ряды вооруженных сил будет призвано свыше 8 тысяч, в национальную гвардию 6 тысяч, в пограничную службу КНБ 3 тысячи, в службу государственной охраны и в Министерство по чрезвычайным ситуациям по 300 человек. Продолжаем выпуск. В женской колонии в поселке Коксу прошел день открытых дверей. Увидеть, в каких условиях живут близкие люди и повидаться с родными каждый год изъявляют желания многие. Среди посетителей – дети и родители осужденных. На трогательной встрече присутствовала Заруза Тумарова. 26-летняя осень не скрывает эмоций. Женщина рада увидеть и обнять свою маму. В колонии есть возможность позвонить раз в неделю. Разрешаются и видеозвонки, но живые встречи ничем не замените, говорит она. Ко мне приехала мама из города Астане. Конечно, счастливо ее видеть. Я очень благодарна администрации, что они устроили для нас такой праздник, что они позволяют нам видеться с нашими родными, чтобы мы чувствовали себя более защищенными, нужными для нашей семьи, что они нас верят, ждут. Поэтому мы благодарны и очень рады к этому празднику. Принять участие в Дне открытых дверей и встретиться с близкими людьми пришли 80 посетителей. Проведение подобных мероприятий положительным образом влияет на морально-психологический климат среди осужденных и способствует поддержанию родственных связей. Сегодня в учреждении 32 ДУИС по Карагандинской области и области Улутай проводится День открытых дверей. Данное мероприятие проводится в этом году во второй раз. Первый раз он был приурочен празднованию женского дня 8 марта. На сегодняшний день к осужденным прибыло 80 родственников. Данное мероприятие проводится в целях поддержания социально-полезных связей. Естественно, чтобы у осужденных было позитивное, хорошее настроение в такой день, поднять им могли только родственники. Для родственников накрыли стол, за чашкой чая беседы проходят теплее. Кроме того, организовали небольшой концерт, подготовленный собственными силами. Для того, чтобы наладить свою жизнь, женщины, отбывающие наказание, принимают участие в различных проектах, конкурсах и мероприятиях. Также у них есть возможность получить новую профессию и трудоустроиться. На сегодняшний день 99% осужденных имеют работу и получают заработную плату. Каждый ребенок умен, талантлив и гениален. Именно так считают руководители студии и кружков Дворца культуры Нового Майкудука. На днях Дом культуры вновь распахнул свои двери для всех желающих заняться творчеством или спортом. На сегодняшний день здесь действует 18 коллективов, среди которых музыкальная студия, спортивные кружки, хореографический ансамбль и многие другие секции. В день открытых дверей жителям Майкудука работники ДК презентовали в игровой форме работу всех коллективов. Один из самых титулованных здесь хореографический ансамбль Нурби, в котором танцуют представительницы прекрасного пола разных возрастов. Участницам самой младшей группы по три года, а самым старшим более 70 лет. По словам художественного руководителя коллектива Нурлана Мухатаева, дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей занимаются бесплатно. Я очень рад, что каждый год в сентябре у нас проходит День открытых дверей, где мы можем набрать новых талантливых людей, детей, взрослых. Это нам очень нравится. И, конечно, наш очень большой ансамбль приглашает новых членов для нашей семьи, то есть детей от 3 до 12 лет, студентов и, конечно, взрослое поколение от 60 и старше. Летом воспитанницы ансамбля приняли участие в танцевальной олимпиаде стран Центральной Азии. Коллектив стал победителем сразу в двух номинациях. Всем хочется сказать, детям и взрослым, чтобы они дома не сидели, не сидели за сотовыми телефонами, не за компьютером, а вот приходили, чтобы было общение вот такое, правильное, как люди встречаются и общаются. Здесь очень весело. У нас очень много коллективов в нашем ДК. Есть вокально-инструментальные ансамбли, вокальные группы, изо-студия, дамбровые кружки. Ну, очень много. И мы всех, конечно, приглашаем, чтобы все занимались, а не сидели дома. Приходите, мы рады видеть вас всех в нашем ДК. Дом культуры нового Майкудука посещает свыше тысячи детей и взрослых. Каждый здесь находит занятия по душе. Есть кружки для дошколят, которые могут посещать художественную студию или курсы по робототехнике. Есть и коллективы, где поют ветераны. ДК – это единственный в микрорайоне очаг культуры, который во все выходные и праздники собирает жителей. И каждый раз коллективы стараются радовать своих преданных зрителей и слушателей новыми творческими выступлениями. В Карагандинской области стартовала прививочная кампания против гриппа. По информации областного управления здравоохранения, закуплено 173 тысячи доз противогриппозной вакцины «Гриппол-плюс». Это позволит охватить иммунизацию порядка 15% населения. Ежегодно осенью начинается циркуляция вирусов гриппа. В этой связи населению рекомендуется пройти иммунизацию до начала эпидсезона. В первую очередь получить прививку необходимо представителям группы риска, подверженным более тяжелому течению гриппа. Это дети и взрослые, состоящие на диспансерном учете с различными хроническими заболеваниями. Беременные женщины – лица старше 60 лет. В состав препарата «Гриппол-плюс» входит три штамма вирусов. Состав вакцины изменяется в зависимости от циркуляции вируса и результатов прогнозирования на текущий эпидемиологический сезон. Как известно, грипп опасен своими осложнениями. Часто у тех, кто переболел гриппом, обостряются хронические заболевания. Опасен грипп и в период беременности, которая существенно влияет на изменение иммунной системы. Управление здравоохранения Карагандинской области приглашает всех желающих пройти бесплатную вакцинацию от гриппа в поликлиниках по месту прикрепления. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» включился в борьбу за главный приз регулярного чемпионата Казахстана. Минувшие выходные наша ледовая дружина принимала алматинскую команду. В субботу 9 сентября обе команды порадовали болельщиков большим количеством заброшенных шайб. Счет в матче открыли карагандинцы. Через 4 минуты Алматы сравнился. Затем уже гости забросили шайбу. Догоняющими стали карагандинцы. Весь матч игра напоминала качели. Вели то одна, то другая команда. В основное время победителя выявить не удалось. 5-5 после трех периодов. В овертайме заброшенных голов не было. Так что все решали булиты, где удача была на стороне Сарарки. 6-5 победа карагандинцев в первом матче. Вторая игра в воскресенье также началась с заброшенной шайбы в ворота гостей. Вот только алматинцы в этот раз выглядели активнее. В основное время зрители увидели лишь 4 заброшенные шайбы. После нулевого овертайма пошли традиционные булиты. И в этот раз удача улыбнулась алматинцам. 2-3. Ну, хочется поблагодарить в первую очередь болельщиков за то, что нас поддерживали. Было слышно, да, трибуну нас гнали. По двум матчам, я скажу, только одно. Равные игры, да, были. Есть свои моменты, которые нужно забивать. Ну и очень много работы предстоит, очень много. Поэтому будем двигаться дальше и убирать те ошибки, которые у нас присутствуют. Хорошие боевые игры получились, да. Вчера они чуть-чуть недотерпели где-то, да. Жалко, конечно. Но сегодня вышли, немножко поговорили, перестроились. Ну, результат налицо. Уже завтра карагандинцы отправятся в столицу Узбекистана. 13 и 14 сентября в Ташкенте Сарарка проведет две встречи с местным клубом «Хуму». Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»